Я сочту за честь представить доктора медицинских наук профессора Ирину Анатольевну Васильеву, являющуюся руководителем отдела фезиатрии Центрального научно-исследовательского института Российской Академии Медицинских Наук. С 1994 года по настоящее время профессиональная деятельность Ирины Анатольевны связана с Центральным научно-исследовательским институтом, в котором она прошла путь от младшего до ведущего научного сотрудника и с 2008 года руководителя ведущего научно-клинического отдела института, на базе которого создан передовой центр по лечению МЛУ туберкулеза в Российской Федерации. Научно-исследовательская деятельность профессора Ирины Анатольевны Васильевой посвящена различным аспектам лечения больных МЛУ туберкулеза и ШЛУ туберкулеза, больных сочетанной патологией туберкулез ВИЧ, туберкулез и сахарный диабет, разработке режимов химиотерапии туберкулеза на основе молекулярно-генетических методов диагностики лекарственной устойчивости микобактерий, разработке мероприятий по профилактике туберкулеза ВИЧ-инфицированных больных и страдающих сахарным диабетом. Разрешите передать слово Ирине Анатольевне Васильевой для освещения сегодняшней темы. Спасибо, Оскар, за такое детальное представление. Спасибо, Вера. Прежде всего, позвольте мне Вас всех поприветствовать на этом вебинаре. Всех, кто присоединился к этому замечательному циклу и поблагодарить организаторов этого цикла за великолепную идею проведения вот таких вот вебинаров для всех, кому не безразлична проблема туберкулеза и туберкулеза особенно с множественной лекарственной устойчивостью. Если меня хорошо слышно, то тогда я приступлю к своей лекции. Отлично. Тогда я хотела бы, чтобы загрузилась моя презентация. Спасибо большое. Сегодняшняя лекция посвящена проблемам химиотерапии туберкулеза и особенно туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью. На этом слайде я отразила вопросы, которые мы сегодня с Вами разберем. Мы остановимся коротко на видах устойчивости и причинах ее развития. Разберем с Вами, какие пациенты должны лечиться препаратами второго или резервного ряда. Подробно осветим алгоритмы формирования режимов химиотерапии при множественной и широкой лекарственной устойчивости. И остановимся на алгоритмах создания режимов на основе быстрых, ускоренных молекулярно-генетических тестов определения лекарственной устойчивости. Начну с определения. Наверняка Вы все их знаете, но мы повторим их, чтобы у нас было полное понимание, о чем идет речь. Начальная или первичная лекарственная устойчивость – это устойчивость, которая выявляется у возбудителя, выделенного от больного, который либо никогда не лечился, никогда не принимал противотуберкулезные препараты, либо получал их не более одного месяца. То есть, если больной, впервые выявленный, не леченный, поступает к Вам или находится у Вас под наблюдением, сдает мокроту до того, как он начал получать препараты, или в первые недели, первые три недели, и позже мы получаем ответ из лаборатории об устойчивости, то это будет начальная или первичная устойчивость. Но если больной не сдал мокроту до начала лечения, а сдал ее, предположим, спустя полтора месяца после начала лечения, и позже мы получили данные об устойчивости, тогда мы не сможем констатировать, что это первичная или начальная устойчивость, потому что известно, что она развивается уже в течение первого месяца, если лечение неправильное. И если мокрота сдана после того, как лечение уже было начато, то мы не можем достоверно говорить о том, что она начальная или первичная. Второе. Какой же термин более правильный – начальная или первичная? Под первичным мы понимаем ту устойчивость у больного, который не лечился и, возможно, заразился этими устойчивыми палочками, в том случае, если мы уверены полностью, что больной никогда не получал противотуберкулезные препараты. Однако в жизни такой вот полной уверенности, особенно для взрослого больного, нет, потому что он мог получать какие-то антибиотики, которые обладают и противотуберкулезным действием, и антибактериальным действием на широкий спектр, например, фторхиналон. И больной может не знать, что это противотуберкулезный препарат и не дать врачу полной информации, а в медицинской документации, предположим, этого нет. Поэтому более правильно все-таки говорить о начальной устойчивости, под которой подразумевается, что вот физиатор получил данные об устойчивости у конкретного больного, который, по-видимому, никогда не получал противотуберкулезные препараты или получал их не более одного месяца. Все остальные виды устойчивости, они развиваются во время лечения, и уже такая устойчивость будет называться приобретенная или вторичная, которая развивается в течение месяца и более. Если больной сдал мокроту через месяц, через два после начала лечения, то уже мы можем говорить о приобретенной или вторичной лекарственной устойчивости. В зависимости от того, к скольким препаратам и каким именно препаратам выявляется резистентность, различают монорезистентность, то есть когда устойчивость выявляется только к одному противотуберкулезному препарату. Но по опыту Российской Федерации могу сказать, что чаще всего монорезистентность в России выявляется к стрептамицину. И на втором месте монорезистентность к изонеазиду, но уже реже. Следующий термин – полирезистентность, под которым мы понимаем лекарственную устойчивость, к двум и более препаратам, но не к сочетанию изонеазиду и рефампицину. То есть под полирезистентностью мы понимаем любые виды резистентности к нескольким препаратам, но в это понятие не входит понятие множественной лекарственной устойчивости и широкой лекарственной устойчивости, потому что это особая опасная устойчивость, множественная лекарственная устойчивость, которая выделена отдельным термином, и не случайно это выделено, множественная лекарственная устойчивость, устойчивость микобактерий, по крайней мере, к изонеозиду и рефимпицину одновременно, вне зависимости от того, есть или нет устойчивость к другим препаратам. Как правило, в жизни, во всяком случае, в Российской Федерации, вот такая изолированная устойчивость к изаниазиду и рифампицину практически не встречается. Как правило, она сочетается, по крайней мере, с устойчивостью к стрептамицину. По моим данным, в нашей стране это 99 или даже 100% сочетания устойчивости изаниазида, рифампицина и стрептамицина. Но, к сожалению, все чаще и чаще мы видим, когда мышная лекарственная устойчивость сочетается с устойчивостью к другим препаратам и первого, и второго ряда. Поэтому не так давно, в 2006 году, Всемирная организация здравоохранения выделила еще одно определение. Определение широкой лекарственной устойчивости – это перевод на русский язык, по-английски это XDR или Extensively Drug Resistance, под который понимается особый вид множественной лекарственной устойчивости, когда одновременно определяется устойчивость как минимум к четырем препаратам – изаниазиду, рифампицину, что подразумевает множественную лекарственную устойчивость, и обязательно к одному из инъекционных препаратов – или аминогликозиду, или полипептиду, и обязательно к одному из вторхиналонов. Из практики тоже могу сказать, что такая устойчивость к изаниазиду, рифампицину, аминогликозиду и вторхиналону изолированно тоже встречается редко. Как правило, здесь всегда есть и устойчивость к другим препаратам первого ряда, и, к сожалению, все чаще и чаще встречается лекарственная устойчивость и к препаратам второго или резервного ряда. И вот такая широкая лекарственная устойчивость на сегодняшний день представляет еще большие проблемы, чем множественная лекарственная устойчивость. Поскольку с множественной лекарственной устойчивостью у нас уже есть опыт работы, есть примеры хорошего эффективного лечения, а вот с широкой лекарственной устойчивостью пока очень трудно работать и очень редко удается получить хороший результат. Прочитав Эти слова мы понимаем, что именно неадекватная химиотерапия больных туберкулезом приводит к увеличению числа больных с лекарственной устойчивостью. И если эта устойчивость есть, то эффективность химиотерапии существенно снижается, особенно при устойчивости возбудителей к изониозиду и рифампицину. То есть уже тогда было понятно, что если есть устойчивость к наиболее важным, к наиболее активным препаратам, которые обладают выраженным бактерицидным действием, тогда наши шансы на успешное лечение значительно уменьшаются. А происходит формирование такой устойчивости в результате неадекватной химиотерапии, если больной изначально не был устойчив, если он не заразился устойчивыми микобактериями, а был исходно чувствителен к препаратам. Но если лечение было неправильное, то это приводит к лекарственной устойчивости. И таким образом мы можем выдавить основные причины развития лекарственной устойчивости. Что ведет к неадекватному лечению? Ну прежде всего неадекватная схема терапии изначально. Мы знаем, что рекомендуется всем больным соблюдать стандартное лечение. К сожалению, не везде это происходит. Не везде эти стандарты соблюдаются. Либо соблюдается недостаточно полно, либо недостаточно длительно, не столько, сколько это нужно. Либо доза неправильно назначается, не рассчитывается на весь тел. То есть все, что изначально неправильно, может давать даже хороший эффект в первые месяцы лечения. Но в последующем, когда эта устойчивость разовьется, будет выражен синдром падения и подъема микобактериальной популяции, будет обострение у пациента, и это будет свидетельствовать о том, что выработалась лекарственная устойчивость. То есть исходно неадекватная схема терапии и несоблюдение стандарта. Второе – перерывы в лечении, незавершенное лечение. Даже если больной правильно лечится, и у него хорошая динамика, но он прекратил лечение, предположим, на четвертом месте лечения, он может очень долго оставаться в порядке. У него очень долго может не быть рецидив, но если он возникнет, то наверняка у него будет лекарственная устойчивость, потому что микобактерии, которые остались неубитыми, которые, может быть, затормозили свое развитие размножения и притаились на какое-то время, но не погибли при определенных обстоятельствах, а опять начинают размножаться, но ведь выжившими будут микобактерии, которые выработали устойчивость, и именно они дадут рост, именно они дадут всплеск, и у больного наверняка будет выявлена лекарственная устойчивость. Следующая причина – некачественная или поздняя диагностика. Это, может быть, не очень относится к врачам-стезиатрам, более объективная причина, поскольку известно, что быстрые молекулярно-генетические и другие ускоренные методы появились не так давно в нашей практике. А длительное время существовала практика классического определения лекарственной устойчивости, на которую уходит 3 месяца, 2-3 месяца. И если пациент заразился лекарственными микобактериями, то есть это первичное заражение, первичная устойчивость, то, конечно, у врача на момент начала лечения такой информации нет, и он априори назначает больному неправильное лечение, потому что не знает о том, что устойчиво. Здесь врача обвинить трудно, потому что если он соблюдает стандарт, а у больного первичная устойчивость, о которой неизвестно, то это объективная вот такая причина. И в процессе химиотерапии по, предположим, первому режиму, может формироваться дополнительная лекарственная резистентность. Вот почему поздняя диагностика лекарственной устойчивости тоже страшна, потому что помимо первичной лекарственной устойчивости, может и выработаться вторичная лекарственная устойчивость на неправильном режиме, ввиду того, что просто нет данных о лекарственной устойчивости. И второе важное свойство или важная причина – это некачественная диагностика, то есть если лаборатория выдает неправильные результаты, если лаборатория не прошла внешнюю оценку контроля качества и выдает врачу заведомо ложные результаты, конечно, тогда врач не сможет назначить правильное лечение, и это тоже может спровоцировать развитие устойчивости к тем препаратам, которым пока еще не было. Следующая причина – неадекватная коррекция химиотерапии, когда устойчивость выявляется. Я надеюсь, что в странах, которые соседствуют с Россией, это небольшая проблема, но в России такая проблема есть, когда выявляется устойчивость или к одному препарату, или к двум препаратам, или к трем. Врачи неправильно меняют схемы терапии, неправильно меняют режимы терапии, и в нашей стране это большая проблема. Следующая причина – недостаточный мониторинг за воздикновением побочных реакций, либо неправильное введение больных с побочными реакциями. Что здесь я имею в виду? Известно, что лечение препаратами второго ряда достаточно токсичное, и побочные реакции возникают довольно часто. И если мы неправильно мониторируем, не следим за тем, как они возникают, они возникают нерезко, иногда из-под воль, постепенно. И вот если мы не уловим этот момент, когда нужно вмешаться в сопутствующей терапии, чтобы как-то уменьшить эти побочные реакции, то развиваются тяжелые явления, когда возникает необходимость отмены препаратов. Это самое плохое, что может быть, потому что любая отмена препаратов, даже ввиду таких развившихся тяжелых состояний, ввиду побочных реакций, все равно для больного это не благо, потому что отмена препарата, как правило, и перерывы в лечении, это само собой способствует развитию вторичной лекарственной устойчивости. Следующая причина – низкое качество препаратов, и мы в нашей стране, к сожалению, с этим тоже сталкиваемся, когда недостаточно качественные препараты содержат в себе недостаточно активного вещества, то есть мы больному назначаем правильные дозы, но в реальности больной получает меньшую дозу, чем должен быть, ввиду того, что препарат некачественный. Либо препарат плохо очищен и вызывает большое количество побочных реакций, что тоже ведет за собой вот такие вынужденные отмены препаратов. Следующая важная причина – недостаточный контроль, то есть отсутствие контролируемого лечения. Это организационная причина, но она крайне важна, потому что если больной утром принял препараты, а в обед забыл или принял из 10 таблеток только 8, безусловно, это неправильное лечение, это то неадекватное лечение, которое ведет к развитию лекарственной устойчивости. Если все вышеперечисленные причины относятся к неадекватному лечению, то последняя причина – несоблюдение мер инфекционного контроля. Здесь имеется в виду заражение больными лекарственной устойчивой формы. Это может быть в стационаре, когда больные с чувствительным и устойчивым туберкулезом не разделены и пересекаются, то больной даже, который правильно лечится, соблюдает все дозы, контролируемый, но если он встречается где-то в коридорах или в столовых с больным, который выделяет лекарственно устойчивые штаммы, он может заразиться другой микобактерией, и тогда у него будет лекарственно устойчивый туберкулез. Поэтому это крайне важно – соблюдать инфекционный контроль, и, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы больные были разделены по спектру устойчивости и чувствительности и не пересекались, чтобы не было перезаражения. То есть все эти проблемы – это проблемы объективные и созданные человеком. Это не такое биологическое явление само микобактерии, когда она мутирует и развивается устойчивость. На самом деле мутации происходят, но они не имеют никакого значения до тех пор, пока микобактерия не подвергается воздействию противотуберкулезных препаратов. Или же в случае неправильного формирования схемы, и если на микобактерию воздействует неверная схема терапии, вот тогда и развивается лекарственно устойчивость, потому что идет отбор лекарственно устойчивых мутантов. Вот это основные причины. Следующая наша часть – это лечение. И опять же я хочу начать со слов академика Хоменко, который очень правильно заметил, от чего зависит из лечения больных туберкулезом. От двух взаимосвязанных факторов – от подавления микобактериальной популяции, то есть подавления их роста и активности. И это возможно только с помощью противотуберкулезных препаратов, которые, как вы знаете, обладают либо бактерицидным эффектом, когда происходит гибель микобактерий туберкулеза, либо бактериостатическим, когда затормаживается их рост. И вот после того, как эти микобактерии подавлены, вот тогда запускается регрессия, то есть обратное развитие туберкулезных изменений, развиваются репаративные процессы. Но пока существует воспаление, и пока микобактерии активны, ни о какой регрессии воспалительных и других изменений говорить не приходится. Поэтому, конечно же, химиотерапия или противотуберкулезная терапия – это основной метод лечения туберкулеза, который, конечно, не отрицает и других методов дополнительных, но химиотерапия и правильная химиотерапия – это база, это основа успешного лечения. И вот на этом слайде приведено определение химиотерапии, я не буду его зачитывать. Каковы же критерии эффективности лечения? Ну, любое лечение первыми уходят клинические симптомы, как мы знаем. Но все-таки самый важный критерий эффективности лечения, на который мы выделяем огромное внимание, это прекращение бактериовыделения. И причем прекращение бактериовыделения должно быть подтверждено не только микроскопическим исследованием маклоты, но и посевом. И вот когда идет стойкое прекращение бактериовыделения, которое подтверждено многочисленными посевами, тогда мы можем говорить об эффективности. Это, в свою очередь, запускает процессы репарации и должно привести и к стойким заживлениям воспалительных и деструктивных изменений в легочной ткани. Все это, в свою очередь, приводит к тому, что больной выздоравливается функционально и социально, и возвращается в нормальную жизнь. Но еще раз повторюсь, основной критерий эффективности это прекращение бактериовыделения. Теперь остановимся на препаратах, которые используются в лечении. Ну, известно, что все препараты противотуберкулезные делятся на препараты первого ряда, и вы видите их на слайдах. Я не буду останавливаться. На препараты второго ряда, которых не так много. Это инъекционные препараты, которые включают в себя аминогликозиды, канамицин, амикоцин и полипептид-каприомицин, который схож по своему действию и по своему стороне с канамицином и амикоцином, но относятся к группе полипептидов. Поэтому все эти препараты объединены в одну группу инъекционных противотуберкулезных препаратов. Следующая важная группа – это препараты вторхиналонного ряда, и мы о них поговорим немножечко поподробнее дальше. И известные препараты, которые давно в практике в тезиатрии, это киоамиды, циклостерин и параминосолисиловая кислота, но сейчас они также важны в лечении, поскольку пока еще новых препаратов в практике нет. Поэтому они хоть и старые, но они нужны в лечении особенно больных с лекарственным устойчивым туберкулезом. И выделяют еще одну группу препаратов третьего ряда, и по определению ВОЗ – это препараты с неуточненной противотуберкулезной активностью, в которую входят все перечисленные здесь препараты. Но почему они с неуточненной противотуберкулезной активностью? Потому что их противотуберкулезная активность была зарегистрирована в небольших исследованиях и преимущественно инвитро. И вот таких исследований клинических, больших, многоцентровых, эндомизированных пока не было. Поэтому точно на сегодняшний день сказать нельзя, какую же роль они играют в противотуберкулезном лечении. Тем не менее, для больных с широкой лекарственной устойчивостью важны любые препараты, которые хоть каким-то образом влияют на микобактерию туберкулеза. Что такое режим химиотерапии? Режим химиотерапии – это определенная комбинация противотуберкулезных препаратов, которая включает также длительность их приема, то есть количество месяцев и кратность их приема, имеется в виду ежедневно или интермитирующим способом. Но сразу же оговорюсь, вот сейчас любые интермитирующие режимы в Семьезной организации здравоохранения не рекомендуются, а рекомендуется ежедневное использование при любом режиме терапии. Как мы знаем, что лечение делится на две фазы – на фазу интенсивной терапии и фазу продолжения. И лечение больных имулового туберкулеза также делится на две фазы. И основная роль первой фазы, интенсивной фазы – это максимально воздействовать на микобактериальную популяцию, максимально ее подавить. В то же время нужно учитывать, чтобы это лечение предотвращало развитие лекарственной устойчивости и в результате правильного и хорошего лечения обычно происходит клиническое улучшение и рентгенологическую мы тоже замечаем. Но основным смыслом интенсивной фазы является подавление микобактериальной популяции, что должно быть подтверждено отрицательными посевами в течение нескольких месяцев. А на фазу продолжения уже переходим, как на фазу долечения, когда мы добились максимального результата и мы уверены, что большая часть микобактерий подавлена. Какие же пациенты должны получать препараты второго ряда? Когда мы должны назначать лечение по режиму лечения для больных с множественной или широкой лекарственной устойчивостью? Мы должны назначать всем больным, у которых эта лекарственная устойчивость установлена, то есть всех больных, у которых зарегистрирована множественная лекарственная устойчивость или устойчивость к козниазиду и рифампицину. Но сейчас, как вы знаете, существуют и другие быстрые методы, которые выявляют устойчивость только к рифампицину И неизвестно, есть или нет устойчивость к казаниазиду. Эти случаи тоже причисляются к случаям с множественной лекарственной устойчивостью. И таким больным тоже рекомендуется назначать режим терапии, который рекомендован при МЛУ туберкулезе. Есть и группа больных, у которых мы подозреваем множественный лекарственной устойчивый туберкулез. И таким больным тоже мы можем назначать, но после консультации, после вдумчивого анализа истории болезни конкретного больного. На этом слайде я хотела вам показать, почему мы называем лекарственную устойчивость к рифмпицину маркером множественной лекарственной устойчивости. В правой части слайда я привела данные Всемирной организации здравоохранения, которые проводили исследования во многих регионах мира. И определяли, как же часто устойчивость к рифмпицину не сочетается с устойчивостью к казаниазиду. То есть, когда устойчивость к рифмпицину не говорила о том, что это множественная лекарственная устойчивость. Оказалось, что это крайне редкое явление. То есть, вот видите, в 30 местах вообще не было таких случаев, в 47 местах мира это где-то 1%. Ну вот наши страны, здесь вот Россия в виде Томской области, Армения, Украина в виде Донецкой области. Вот наши страны попали вот в эту категорию, до 3%. То есть, где-то примерно от 1 до 3% больных, у которых лекарственная устойчивость к рифмпицину не сочетается с устойчивостью к казаниазиду. То есть, у 97% это сочетание есть. Это исследования Всемирной организации здравоохранения. А вот здесь я хотела бы вам показать наши собственные исследования, которые проведены нашим институтом. И мы собирали сведения из 4 регионов Российской Федерации. Мы изучали данные 1879 больных и также выяснили, что устойчивость к рифмпицину, при которой сохранилась чувствительность к казаниазиду, всего таких случаев было 2,6%. Эти данные описаны в статье, и вы при желании можете их прочитать. То есть, данные Всемирной организации здравоохранения подтверждаются. И действительно, лекарственная устойчивость к рифмпицину – это маркер множественной лекарственной устойчивости. Когда же мы говорим о подозрении на МЛУ, когда мы подозреваем, и какие у нас основания для подозрения? Ну, самое большое основание, когда есть достоверный контакт с больным, с множественной лекарственной устойчивой туберкулезом. Например, это семейный контакт. Болен отец, известно, что у него множественная лекарственная устойчивость, заболевает кто-то из детей или из других родственников. Конечно, в первую очередь должны подозревать, что вот вновь заболевший будет заражен множественной лекарственной устойчивой микобактерии. Второе важное такое подозрение, когда больной правильно, хорошо лечится по первому режиму, соблюдает этот режим, и лечение действительно контролируемо, то есть врач уверен, что действительно больной все эти препараты получает, однако эффекта нет. Тогда тоже мы можем предполагать совершенно оправданно множественную лекарственную устойчивость. Ну и, конечно, мы можем точно предполагать ее, когда больной неудачно лечится уже по второй категории, то есть это больной уже проличен был по первой категории, и теперь он лечится по второй, а успеха нет. Конечно, мы можем вполне обоснованно подозревать у этого больного множественную лекарственную устойчивость. В каких еще случаях? Ну, неудача, как вы знаете, регистрируется на пятом месяце лечения по первому режиму, да? Но мы можем и раньше заподозрить, что у больного лекарственная устойчивость, например, когда у больного сохраняется бактерия в выделении, через три месяца правильного контролируемо, и самое главное, что это лечение действительно контролируемое, что больной не обманывает вас, и персонал уверен, что он получал эти препараты, вот по стандартным категориям. Также больные, которые раньше получали уже два и более неэффективных курсов, и у них уже такие хронические случаи, мы отмечаем, конечно, в большинстве случаев у таких больных множественной лекарственной устойчивости. И если больной с рецидивом, или у него другой случай повторного лечения, например, после отрыва или после перерыва, но при первом курсе лечения у него уже выявлялась лекарственная устойчивость хотя бы к одному из основных препаратов, чаще всего, например, казаниазиду. Она уже выявлялась, затем он прервал лечение, и потом у него, он опять явился на лечение, и, конечно, у него можно предполагать, что пока он не лечился, она раздевлась и множественная лекарственная устойчивость. Как же влияет все-таки контакт с больным туберкулезом на спектр лекарственной устойчивости? Опять же, хочу привести наши данные, которые мы привели на одном из регионов нашей страны, на Орловской области, эти данные также опубликованы, когда мы сравнили, как часто совпадают данные по чувствительности или устойчивости к основным препаратам казаниазиду и рифампицину. Мы проанализировали данные за 2 года и выяснили, что совпадение по чувствительности казаниазиду и рифампицину очень высокое. 100% это был 1 год, и 1 когорта, и 80% другая когорта. Совпадение по другим препаратам, первого ряда имеется в виду стриптоницин и этамбутол, совпадение по этим препаратам уже меньше, но все равно очень высокий процент. 80%, 78% это очень высокие проценты, которые дают основание назначать больному режим, опираясь на лекарственную устойчивость контактного лица. Но это, конечно, в тех случаях, когда у вновь заболевшего нет данных об устойчивости. И вот эти данные по совпадению чувствительности или устойчивости к казаниазиду и рифампицину являются ключевыми, которые дают нам такое основание для назначения того или иного режима лечения. На этом слайде я привела выдержки из другой статьи, из статьи испанского ученого, которые примерно те же самые приводят группы высокого риска по развитию резистентности. Но я не буду останавливаться, это примерно то же самое, о чем я вам говорила. То есть неэффективная схема лечения для больных по второй категории, неудача лечения для больных по первой категории и так далее, и так далее. Но вот обратите внимание на последнюю строчку. Он также в группу умеренного риска по развитию резистентности выделяет больных с ВИЧ-инфекцией в некоторых территориях. И это действительно оправдано в тех регионах, где вообще лекарственная устойчивость высокая. Ну, например, в России она высокая. И, конечно, у ВИЧ-инфицированных высокий риск именно заразиться лекарственно устойчивыми штаммами. Поэтому у ВИЧ-инфицированных мы тоже должны относить в группу высокого риска по развитию множественной лекарственной устойчивости. А как же мы должны формировать режимы химиотерапии? При известной множественной или широкой лекарственной устойчивости. Сейчас я вам хотела бы привести данные из этих руководств Всемирной организации здравоохранения, которое было обновлено в 2011 году. Это последние данные 2011 года. Но первое, что рекомендую Всемирной организации здравоохранения, это использовать ускоренный тест на определение лекарственной чувствительности. И вот это впервые в руководстве ВОЗ прозвучало, и это очень важная и очень правильная рекомендация, потому что от этого зависит во многом эффективность лечения. Об этом я вам сейчас скажу. Для контроля за лечением использовать не только мазок, но и культуральные исследования, то есть посев. Следующее важное положение в лечении пациентов с МЛУ-туберкулезом обязательно должны использоваться торхинолоны. То есть торхинолоны – это ключевые препараты в лечении МЛУ-туберкулеза. Из торхинолонов настоятельно рекомендуют использовать препараты последней генерации. Кроме этого, по рекомендации ВОЗ в схеме лечения должно быть и тиономид, и липро-тиономид. И в целом должно быть минимум 4 препарата в интенсивной фазе, в которые обязательно в схеме лечения обязательно должен входить парентеральный или инъекционный препарат и пирозинамид, вместе с другими препаратами, с торхинолоном и с протеономидом. Всего же должно быть в схеме лечения минимум 5 препаратов. И основу этой схемы составляют пирозинамид, инъекционный препарат, торхинолон и тиономид и циклостерин. Вот это рекомендации Всемирной организации здравоохранения. И лишь при невозможности использования циклостерина ВОЗ рекомендует заменять его паском. При этом интенсивная фаза лечения должна составлять минимум 8 месяцев, а не 6, как раньше. И общий срок лечения должен быть не менее 20 месяцев. То есть, схематично, я позже вам приведу тот режим, который рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Но помимо общего режима, там были рекомендации относительно больных с ВИЧ-инфекцией. И если у больного с ВИЧ-инфекцией выявляется множественная лекарственная устойчивая туберкулез, то Всемирная организация здравоохранения рекомендует начинать антиретровирусную терапию как можно раньше от начала лечения препаратами второго ряда. То есть, желательно в первые 8 недель. При этом не имеет значения, какое количество среди 4 клеток у данного больного с ВИЧ-инфекцией определяется. И по рекомендации Всемирной организации здравоохранения больной с ВИЧ-инфекцией должен получать терапию в основном в амбулаторных условиях. Но поскольку эти рекомендации были основаны на тех публикациях, которые прошли в зарубежной печати, и на основе этих данных были сделаны такие выводы. По своему опыту скажу, что, например, в России пока мы не можем рекомендовать больным с амбулаторной туберкулезом лечиться в амбулаторных условиях, лишь потому что амбулаторное звено в нашей стране не так развитое, как стационары. И квалификация врачей, и контроль за лечением, и так далее, и так далее. Но в будущем, возможно, если будут хорошие контроли, а больные будут хорошо наблюдаться, то, конечно, наверное, это правильнее их лечить в амбулаторных условиях, а не концентрировать в стационарах, где они, возможно, могут получить еще и дополнительную инфекцию. Таким образом, вот та схема, которая предлагается Всемирной организации здравоохранения. Обязательно на фазе интенсивной терапии ферозинамид, инъекционный препарат, в торхинолон последних поколений и преимущественно рекомендуется левофлоксоцин, также в схему должен входить протиономид и циклостерин. А на фазе продолжения рекомендуется оставить минимум 3 препарата – левофлоксоцин, протиономид и циклостерин. Вот такая схема предлагается Всемирная организация здравоохранения, и это действительно сделано на основе тщательного мета-анализа тех практик мировых, которые применяли режимы лечения и которые имеют хорошие данные по клиническим исследованиям этих режимов лечения. Как же формируется режим? Режим формируется, исходя из вот такого алгоритма. Опять же, все препараты для лечения млутуберкулеза разделены на группы. Первую группу заставляют препараты первого ряда, которые могут применяться при млутуберкулезе. Вы видите, это перидинамид или тамбутол. Более никакие. Это инъекционные препараты, это вторхиналоны. И четвертая группа – это бактериостатические препараты второго ряда, которые также включаются в режимы лечения. Циклостерин, терезидон, этиономид, протиономид и паск. И препараты пятой группы, они здесь перечислены, они тоже могут применяться в тех случаях, когда не удается из первых четырех групп составить адекватный режим химиотерапии. Ну и как же мы приступаем к формированию этого режима? Смотрим на первую группу препаратов. Конечно, из ниодида и рефимпетин автоматически исключаются, если речь идет о множественной лекарственной стоимости. Пирозинамид рекомендуется назначать в любых случаях, а этамбутол в тех случаях, когда к нему чувствительность подтверждена. Вот на следующем слайде я более подробно остановлюсь на схеме формирования этих режимов. Как Вы помните, Всемирная организация здравоохранения рекомендует пирозинамид включать всегда, а этамбутол включать только в том случае, когда к нему чувствительность сохранена. Следующая группа – аминогликозиды. Поскольку между канамицином и амикоцином высокой степени резистентности, то при устойчивости к канамицину амикоцин не должен назначаться, а должен назначаться капромицин. Потому что между капромицином и этими аминогликозидами неполная перекрестная резистентность. И зачастую капромицин работает, когда есть устойчивость к канамицину. В тех же случаях, в тех регионах, когда распространена высокая устойчивость к препаратам аминогликозидам, имеется в виду канамицином и амикоцин, то не зная, какая есть чувствительность или устойчивость к канамицину или амикоцину, то предпочтение отдаётся каприомицину. Более того, каприомицин менее нефроиототоксичен, и он лучше переносится. С другой стороны, канамицин и амикоцин реже вызывают диспаланс электролитов, который характерен для каприомицина. Это тоже следует учитывать. Следующая группа препаратов – торхинолоны, которые, как я уже сказала, обязательно должны входить в режим химиотерапии. Но предпочтение отдаётся препаратам последних поколений, предпочтение отдаётся левофлоксоцину и моктифлоксоцину. Гаттифлоксоцин, несмотря на то, что это препарат последнего поколения, он себя дискредитировал ввиду того, что на него развиваются тяжелейшие побочные реакции. И вот вы видите, в развитых странах США и Европе он выведен с рынка продаж и не рекомендуется использовать ни при каких патологиях. Поэтому гаттифлоксоцин мы, к сожалению, должны вычеркнуть. И у нас остаётся всего два активных препарата – это левофлоксоцин и моктифлоксоцин. Офлоксоцин менее активен, и поэтому его желательно не использовать. Кроме того, торхинолоны последнего поколения – лево- и моктифлоксоцин – проявляют активность в отношении двух мишеней, которые присущи микобактерии. И поэтому они более эффективны по сравнению с офлоксоцином. Ну вот здесь я написала то же самое, что я вам сказала. Отдаём предпочтение при рутинном назначении режима по эмулотуберкулезу лево-флоксоцину и в некоторых случаях моктифлоксоцину. При этом следует помнить, что перекрёстная резистенция между офлоксоцином и торхинолонами последних поколений неполной. А моктифлоксоцин мы предпочтительно назначаем больным при, например, почечной недостаточности, потому что он меньше всего влияет на почки. И при сахарном диабете по сравнению с другими торхинолонами. Вот здесь я показала, опять же, выдержку из статьи о том, как влияет лево-флоксоцин на штаммы микобактерий устойчивых к торхинолонам. И из этой статьи понятно, что при устойчивости к торхинолонам, при устойчивости к офлоксоцину лево-флоксоцин всё-таки работает. Важно знать нам и дозы препаратов. Вот здесь я их привела, не буду останавливаться. И следующие препараты завершают формирование нашего режима. Это этиономид, циклостерин, ПАСК и так далее. Ну, здесь вся информация представлена, я не буду останавливаться, лучше мы уделим время ответа на вопросы. Препараты третьего ряда. Препараты третьего ряда крайне важны при шилу-туберкулезе, либо при устойчивости, при множественной лекарственной устойчивости, когда встречается устойчивость к торхинолонам. Это тоже очень важно. И из нашего опыта мы отдаём предпочтение ленизолиду. Я сейчас вам покажу, почему. Потому что формируя такой режим при широкой лекарственной устойчивости, когда мы назначаем пирозинамид, капромицин, моктифлоксоцин, циклостерин, ПАСК и ленизолид, вот по крайней мере эти 5 препаратов, мы имеем хорошие результаты. И вот эти результаты я вам здесь показываю. Верхний график – это схема лечения с ленизолидом, высокая эффективность прекращения бактериевых выделений. И нижние столбики – это схема лечения без ленизолида. И вы видите, какая низкая эффективность. Таким образом, режим химиотерапии при шелу туберкулеза должен состоять из тех же препаратов, но с обязательным включением моктифлоксоцина и ленизолидов. По длительности лечения та же самая, что и при ему туберкулезе. На этом слайде я представила принципы химиотерапии. Я их уже все озвучила, но хочу лишь отметить, что режим должен стать минимум из 4 препаратов, которые микобактерии сохранили чувствительность, либо вероятно сохранили чувствительность. И по возможности не вводить в режим лечения тот препарат, которым вероятно лекарственная устойчивость. В тех регионах, в которых высокая распространенность лекарственная устойчивость к препаратам 2-го ряда, мы рекомендуем схему лечения более обширную, вот с включением тех препаратов, которые вы видите на этом слайде. И вот здесь представлена эта комбинация. То есть она от рекомендованной ВОЗом, собственно, ничем не отличается. Отличается только тем, что здесь введен еще и ПАСК в том числе. То есть 6 препаратов, поскольку мы не знаем, каким препаратом возможна лекарственная устойчивость из этих двух. Ну, поскольку у нас время ограничено, я перейду коротко к формированию режимов на основе быстрых методов. Ну, потом вы сможете посмотреть мою презентацию. Здесь я показала наши данные, как часто устойчивость к рифампицину по данным джинэксперта, свидетельствует о множественной лекарственной устойчивости. Ну, практически в этих случаях. Вот у нас 34 и 34. И как же мы назначаем режимы химиотерапии? Если джинэкспертом не выявляется устойчивость к рифампицину, то мы лечим его по первому стандартному режиму до получения методов абсолютной концентрации, до получения культуральных методов. Если мы выявляем устойчивость к рифампицину, то мы должны обязательно больного лечить по четвертому режиму. И дальше мы можем скоррегировать этот четвертый режим, если получим данные посевы, например, с какими-то новыми данными по другим препаратам. Как же это происходит в жизни? Вот в этой табличке я написала. Если чувствительность к рифампицину определяется, мы начинаем первый режим, а позже культуральным методом получаем устойчивость к рифампицину, тогда, ну и как правило, она будет устойчивость еще и к козынязицу, то, конечно, мы должны перейти на четвертый режим, потому что молекулярно-генетический метод, он, конечно, высокочувствительный, но он может недовыявить в каких-то единичных случаях, может не выявить лекарственную устойчивость, а культуральный метод ее выявляет. Тогда мы должны перейти на четвертый режим. Если же изначально мы выявляем устойчивость к рифампицину, то мы рекомендуем обязательно назначать режим лечения в соответствии с режимом МЛУ туберкулеза, то есть четвертый режим. Позже, если вдруг культуральным методом мы получаем чувствительность к рифампицину, хотя вот в моей практике пока этого не было, ну, возможно, варианты, мы не рекомендуем менять режим химиотерапии, потому что если устойчивость определяется с женой экспертом, значит, она действительно есть. А культуральным методом, возможно, она по каким-то причинам не выявлена, либо из-за качества лабораторных исследований, либо еще из-за каких-то причин. Поэтому если даже получаем другим методом устойчивость чувствительность, мы не рекомендуем менять режим, а рекомендуем продлевать все-таки четвертый режим химиотерапии. Следующая молекулярно-генетическая технология, о которой вам рассказывала Лариса Николаевна на прошлой лекции, это ДНК-стриповая технология, которая определяет устойчивость не только к рифампицину, но к изонеазиду, к вторхиналонам, и тамбутолу, и аминокаликозидам. И вот на этом слайде я показала, что устойчивость к рифампицину и к изонеазиду определяется достаточно точно. И уж если эти методы выявлены устойчивость, значит, она есть. К вторхиналонам устойчивость тоже определяется правильно в высоком проценте случаев, то есть это тоже можем мы ориентироваться на эти данные. А вот на данные к аминокаликозиду, здесь мы не можем получить достоверных результатов и в какую сторону. То есть, опять же, может быть недовыявлена устойчивость. Недовыявлена. И поэтому мы всегда рекомендуем обязательно проводить и культуральное исследование, чтобы в отношении других препаратов были более точные сведения. И вот как же мы формируем режим по данным вот этой ДНК-стриповой технологии. Если никакой устойчивости не выявляется, то, конечно, означается первый режим химиотерапии. Если выявляется устойчивость только к рифампицину, четвертый режим химиотерапии. Если к двум препаратам изонеазиду и рифампицину, но чувствительность к торхиналону определяется, тоже режим МЛУ-туберкулеза. Если же выявлена устойчивость еще и к этамбутолу, то значит, она точно есть. И тогда этамбутол не нужно включать в режим химиотерапии. Если выявлена устойчивость, например, к аминогликозидам или к априампицину, потому что данной методикой нет разделения на устойчивость отдельно к амикоцину, отдельно к априампицину, результат один, то мы все равно рекомендуем назначать каприампицин, поскольку без инъекционного препарата нельзя нам формировать режим терапии. И в тех случаях, когда выявляем устойчивость к аминогликозиду, рифампицину и к торхиналону, это косвенно свидетельствует о том, что у больного широкая лекарственная устойчивость. И мы должны назначать режим, который соответствует режиму широкой лекарственной устойчивости. Несколько слов о том, что устойчивость к аминогликозидам все-таки это ключевая причина, ключевая устойчивость, по которой мы должны решать, по какому лечить режиму, по первому или по четвертому. Если лекарственная устойчивость определена любым методом, тогда мы должны назначать обязательно МЛУ-режим. Если есть расхождение методов молекулярно-генетического и методов классических посеев, конечно, при возможности лучше повторить еще раз тот или иной метод, а лучше оба, чтобы еще раз убедиться. Но если такой возможности нет, мы должны ориентироваться на лекарственную устойчивость, которая обрадена любым методом, потому что в данном случае больной ничего не теряет, и мы для больного лучше спрогнозировать эту устойчивость и пролечить его, вероятно, тем режимом, который будет для него эффективен. И если мы учтем любую устойчивость, которая обрадена любым методом, то для больного это будет лучше. И в заключении хотела бы остановиться на предупреждении нашего микробиолога российского, который еще в далеком 1969 году говорил о том, что нужно лечить так, чтобы предупреждать о развитии лекарственной резистентности возбудителя. Ну, на этом моя лекция закончилась, и сейчас мы должны перейти к тестам. Ну, поскольку я отразила основные принципы формирования режимов химиотерапии, то, пожалуйста, предлагаю вам решить такую задачку. Какую же тактику лечения, какой режим мы должны выбрать для больного, у которого установлен тесный семейный контакт с больным туберкулезом, у которого известна устойчивость. Вот она здесь написана. Устойчивость к измениозиду, рифамбицину, стрептомицину и тамбутолу и канамицину. Предлагается либо первый режим, либо режим МЛУ с каприумицином, либо режим по третьей химиотерапии, либо четвертый режим с амикоцином. Какой же лучше в данном случае? Правильно, мы остановимся на втором ответе. Почему? Потому что нам известно, что у контактного лица есть устойчивость к канамицину. Поэтому вот четвертый ответ, он не рекомендован, поскольку сюда входит амикоцин, а между амикоцином и канамицином высокая перекрестная резистентность. Поэтому правильный ответ 2. Следующий вопрос. Какой режим целесообразно начать больному, у которого по данным эксперта выявлены ДНК микобактерий, устойчивы к рифамбицину? Но других данных никаких нет. Пожалуйста, отвечаем. Какой режим предпочтителен? Ну, я думаю, этот вопрос будет для вас несложным. Однозначно. А вот какой четвертый или пятый? И здесь, в общем, мнения разделились почти поровну. Но вы знаете, правильный ответ пятый. Почему? Потому что в четвертом ответе, вы видите, здесь фигурирует и тамбутол. А и тамбутол в качестве, вот когда неизвестны данные об устойчивости к нему, он не назначается. И Всемирная организация здравоохранения тоже его не включила в обязательную схему. Более предпочтительна последняя схема, потому что здесь преимущественно препараты второго ряда с левофлоксацином. Следующий вопрос. Какой режим химиотерапии срисовоознанно значить ранее леченному больному, если у него было уже два неэффективных курса? Ну, это совсем простой вопрос. Я думаю, очень быстро мы на него ответим. Если уже дважды больной неэффективно лечился, то, конечно, мы ему должны уже заподозрить множественную лекарственную устойчивость и назначить ему четвертый режим терапии. Ну, здесь все правильно ответили. И пятый вопрос. Какой препарат, вернее, четвертый вопрос. Какой препарат из группы второго хиналунов трисообразно назначить при широкой лекарственной устойчивости? Широкая лекарственная устойчивость, мы известно, что устойчивость к азаниазиду, рифампицину, фторхиналону и аминогликозиду. Должны мы назначать фторхиналон или нет? Если должны, то какой предпочтительно? Здесь тоже немножко мнение ретериз, но основная масса правильно отвечает. Предпочтение дается моксифлоксазином, потому что он все-таки наиболее эффективный. И между моксифлоксазином и офлоксазином неполная перекрестная резистентность. И моксифлоксазин работает в большинстве случаев при широкой лекарственной устойчивости. Я вижу, что мы все с вами правильно понимаем проблему лечения больных с множеством лекарственной устойчивости, потому что в основном ответы правильные. И теперь у нас несколько минут для ответов на вопросы. Какова перекрестная устойчивость между офлой и левой, офлой и моксифлоксазином? Я уже ответила. Она существует, но не полная. То есть, если есть устойчивость кофлоксазину, но больной не получал никогда левофлоксазин и моксифлоксазин, конечно, предпочтительно назначить вторхиналон последнего поколения моксифлоксазин. То есть, неполная перекрестная резистентность. Следующий вопрос, читаю. Если… Вот не могу понять второй вопрос. Считаете ли вы, что понятие тотальной лекарственной устойчивости – это потери всех бактерицидных препаратов, то есть всех инъекционов, всех торхиналонов, или же это потери дополнительных шилу, тинамид и остальных бактериостатиков? Ну, вы правы, что данные на устойчивость, например, к циклоксирину и паску – нет таких методов объективных, которые бы нам давали эти данные. Но в жизни всё-таки мы видим, что если есть шилу и есть устойчивость к тинамиду, а устойчивость к тинамиду определяется методом БАКТЭК достаточно точно, то, наверное, можно именно эти случаи считать тотальной лекарственной устойчивостью, когда к шилу устойчивость и к другим препаратам, то есть ко всем препаратам первого ряда и к тем препаратам второго ряда, к которым мы можем определить эту устойчивость. Существует понятие преэкзиар. Да, такое понятие существует, когда есть множественная лекарственная устойчивость, то есть устойчивость к казаниазиду и рифампицину, и к одному из препаратов, которые определяют широкую лекарствоисточность, то есть плюс устойчивость к фторхиналонам, но чувствительность к аминдокликозидам, или наоборот, устойчивость к казаниазиду, рифампицину и к канамицину, но чувствительность, предположим, к фторхиналонам. Это понятие преэкзиар. Но на мой взгляд, они неравнозначны, потому что если сохранена чувствительность к фторхиналонам, у нас еще есть хорошие шансы на излечение. А вот если есть устойчивость к фторхиналонам, даже если чувствительность к аминдокликозидам сохранена, то этот случай нужно рассматривать как экзиар, и лечить его нужно как экзиар, потому что фторхиналоны – это важный, определяющий успех лечения препаратов. Следующий вопрос. Как Вы считаете, какова должна быть продолжительность индустивной фазы лечения у больных с отсутствием бактерио-выделения на начало лечения, то есть больных с ограниченным процессом? Вы знаете, я считаю, что, наверное, 8 месяцев может быть для них слишком, но 6 месяцев минимум. Все-таки 6 месяцев нужно выдержать у этих больных. Следующий вопрос. У больного в ходе лечения препаратами первого ряда установлена полирезистентность, допустим, на втором месте лечения. Есть ли смысл продолжать лечение этими препаратами? Но, по моему мнению, если установлена полирезистентность, например, казаниазиду и стрептомицину, мы в своей практике всегда проводим коррекцию лечения. Мы всегда отменяем препараты, к которым определена устойчивость, то есть отменяем и зонеазид, и стрептомицин, если они были назначены, и формируем новую схему лечения из тех препаратов, в котором сохранилась чувствительность. Мы всегда так делали, вот в нашем институте всегда учитывали устойчивость, по крайней мере, к изонеазиду. Вот устойчивость к другим препаратам, например, к этамбутолу, она не играет большой роли. И вот здесь особо, может быть, и не нужно никакой коррекции проводить. Устойчивость к пирозинамиду, она недостоверная, и мы тоже на нее внимание обращаем, и всегда пирозинамид оставляем в схеме лечения. А вот устойчивость к изонеазиду, конечно, играет большую роль. И поэтому мы всегда проводим коррекцию. Следующий вопрос. Если больному назначили схему лечения множной лекарственной устойчивой туберкулеза по результатам эксперта, а по результатам посева он чувствительный? Ну, я этот вопрос уже осветила. То есть мы должны его лечить по четвертому режиму. Но желательно, конечно, перепроверить. Желательно еще раз перепроверить на эксперте и методом посева. Если еще раз на эксперте все-таки есть устойчивость, то, конечно, это устойчивость. Но даже вы, если это не сделали, все равно нужно лечить больному по четвертому режиму. Следующий вопрос. Существует ли данная устойчивость к изонеазиду, сохраненную чувствительностью к рифампицину? Конечно, есть. Такие вот по нашей российской статистике у нас примерно таких 10-15% больных из впервые выявлено. То есть когда есть устойчивость к изонеазиду, а чувствительность к рифампицину сохранилась. Такие случаи нередкие. Они бывают. Следующий вопрос. Если больной получал лечение и повторно через год возобновилась бактериовыделение, а тест лекарственной чувствительности пришел с результатом чувствительности ко всем препаратам первого ряда. Если ваша лаборатория прошла оценку качества и выдает верный результат, если пришла в чувствительность ко всем препаратам, то значит нужно лечить его как больного с чувствительностью. Следующий вопрос. При лечении у больного множество лекарственного устойчивого туберкулеза в процессе лечения обнаружено ШЛУ. Сроки длительности лечения. Здесь длительность лечения мы ориентируемся на результаты посева. То есть мы должны сформировать вот ту схему лечения, которую я вам предлагала. То есть обязательно с моксифлоксацином, обязательно с препаратом третьего ряда и желательно с ленизолидом. И лечить больного в интенсивной фазе, пока вы не получите отрицательных посев в течение четырех последовательных месяцев. Четырех. То есть вы до тех пор должны лечить. Это может быть год, а может быть полтора, а может быть больше. И только тогда переходить на фазу продолжения. А фаза продолжения минимум 12 месяцев. Следующий вопрос. За счет чего вероятность ВИЧ-инфицированной имеет большую вероятность? Ну, поскольку ВИЧ-инфицированные, да, они более восприимчивы к заражению туберкулезом. И если в конкретном регионе, в конкретной стране высокий уровень множественной лекарственной устойчивости, то он от кого может заразиться? От больного бактериовыделителя. Как правило, больные с чувствительным туберкулезом, они хорошо поддаются лечению. У них быстро происходит обоцелирование, прекращение бактериовыделения. И они реже представляют опасность, чем больные с МЛУ. А вот как раз у больных с МЛУ и бактериовыделения, именно они являются источником заражения. Хотя, конечно, это не исключает того, что ВИЧ-инфицированный может заразиться и чувствительными микобактериями. Просто в тех регионах, где высока распространенность МЛУ туберкулеза, нужно лучше перестраховаться и подумать о том, что у него возможен МЛУ туберкулез. Хотя не обязательно. Назначайте ли лево-флоксоцин при известной устойчивости кофлоксоцину? Мы в своей практике при известной устойчивости кофлоксоцину стремимся назначать моксифлоксоцин. А если чувствительность к лево-флоксоцину сохранена и кофлоксоцину, то тогда предпочтение отдаем лево-флоксоцину. Следующий вопрос. Необходимо ли проводить тест лекарственной чувствительности в частности к лево-флоксоцину? Ну, желательно, да. И это можно сделать с помощью методов БАКТЭКа. Потому что по БАКТЭКу мы можем иметь данные на лево-флоксоцин, на моксифлоксоцин и на о-флоксоцин. Вот другие методы вряд ли нам помогут, если только возможным методом БАКТЭКа. Переходим к следующему вопросу. Вот про функцию почек. Если проба Реберга и функция почек нарушена. Ну, если функция нарушена, то здесь нужно выбрать из торхинолонов моксифлоксоцин, потому что он никак не влияет на почки. И нужно смотреть не по пробе Реберга, а по клиренсу креатинина. Если клиренс креатинина выше 30, то никакой коррекции проводить не нужно. А вот если ниже 30, тогда там возможна коррекция и снижение доз аминогликозидов, либо кратность их введения. Из торхинолонов моксифлоксоцин, как я сказала, а по другим препаратам никаких замен быть не должно. Имеется ли опыт с новыми препаратами? Да, имеется. Биодоквилином мы занимаемся с 2008 года. И могу сказать, что это очень хороший препарат, который не вызывает никаких на нашей практике. Это больше 30 больных. Никаких побочных реакций не было, а эффективность хорошая. Про доломонид не знаем, не пробовали. А вот у нас большой опыт с линизолидом, который из одной и той же группы, что и сатузолид. И по линизолиду тоже могу сказать, что он очень хорошо действует на микобактерию и туберкулезу. И на мой взгляд, он должен быть препаратом второго, а не третьего ряда. Ну, наверное, я уже завершаю, потому что мы исчерпали лимит времени. Я еще раз хочу поблагодарить всех участников за вашу активность, за ваш интерес. И желаю вам больших успехов в вашей нелегкой работе по борьбе с такой сложной патологией, как туберкулез ножной и широкую лекарственную устойчивостью. Огромное вам всем спасибо. И до новых встреч. Всего хорошего. Наш сегодняшний вебинар подошел к концу. Я бы хотел поблагодарить Ирину Анатольевну за очень блестящее освещение одной из ключевых тем современной физиатрии. Также хочу выразить искреннюю признательность всем участникам сегодняшнего вебинара. И, как уже было сказано ранее, вы сможете прослушать сегодняшний вебинар в аудиоформате, который будет помещен на интернет-страте.